Судить или лечить? Сегодня в Шерлыке предстоит разбираться в подробностях страшного дела. Там двухлетний мальчик погиб от рук собственной матери. Юлия Панина разбиралась в подробностях трагедии. Вот так прям лежали. В этот момент двухлетний Саша уже был мертв. Родная мать задушила его проводом от DVD-плеера. Перенесла тело ребенка в сарай, где предприняла несколько безуспешных попыток убить себя. Душила веревкой, падала на вкопанный в землю нож. Я его схватил на руки. И вот здесь вот прям на бугор, я его на ветерок, на ветерок. Я вижу у него и полоса синие губы, и уже пятна по лицу пошли. Отец продолжал реанимировать сына и даже повез его в больницу, однако врачи констатировали смерть. А вот и она, мать троих детей, спокойно, хладнокровно дает показания на месте. Никаких слез и сожалений. Решение убить своего младшего сына она приняла лично. Цитата. «Надоело так жить и решила свести счеты со своей жизнью. Не хотела оставлять его одного». Конец цитаты. По словам задержанной матери, на такой поступок ее толкнула нужда. Иными словами, бедность. «Я 15 лет с ней прожил, я ее так и не понял. Но она, если больная была, она бы что-нибудь заносилась бы. Показал, что она родила из-за денег. Из-за этого капитал материнский. Я ей хотя и говорил, что эти деньги на руки ты никогда не получишь». Гревцева – обычная деревенская семья. Так говорят местные жители и участковый. Дочь выросла и уехала в Оренбург. Старший, 14-летний сын, помогал по хозяйству. У отца семейства Александра нет постоянного заработка. Он занимается подсобным хозяйством и собирает металлолом. «Когда мы помогли с покорными, у них ни соли, ни сахара, ничего нет. Все-все-все мы вот это собирали». У соседей нет сомнений в том, что Светлана – психически больной человек. «В семье условия для жизни детей имелись. Дети одеты чисто. В доме тоже чисто, аккуратно, имеется бытовая техника». Во время следственного эксперимента на месте преступления, когда женщина рассказывала о том, как она убивала своего ребенка, сюда начали приходить возмущенные жители села. Сотрудники были вынуждены оцепить территорию радиусом 50 метров, а к подозреваемой представить дополнительную охрану, для того, чтобы местные жители не устроили самосуд. По решению следственных органов женщину направят на психиатрическую экспертизу. От этого зависит, будут ли убийцу мать судить или все-таки лечить. Юлия Панина, Виктор Шукаян, Вести Оренбуржья и Шарлыкского района.